Антология чтений Слов Всемогущего Бога Божий труд, Божий характер и Сам Бог. Часть третья. 10. Осуждение Иисуса фарисеями 11. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Марк, глава третья, стихи с 21 по 22. 11. Иисус упрекает фарисеев. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Матфей, глава 12, стихи с 31 по 32. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. «И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Матфей, глава 23, стихи с 13 по 15. Это два отдельных отрывка. Давайте сначала разберем первый отрывок «Осуждение Иисуса фарисеями». В Библии сказано, как фарисеи оценивали Иисуса и совершенные им дела. «Ибо говорили, что он вышел из себя, что он имеет в себе вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Марк, глава 3, стихи с 21 по 22. Осуждение Господа Иисуса книжниками и фарисеями не было бестолковым повторением чьих-то слов или их внезапной фантазией. Это было их заключение о Господе Иисусе, к которому они пришли на основании того, что они видели или слышали о Его деяниях. Хотя их вывод был сделан под предлогом «И во имя справедливости» и казался людям хорошо обоснованным, высокомерие, с которым они судили о Господе Иисусе, даже им было сложно сдержать. Бешенная энергия их ненависти к Господу Иисусу разоблачала их непомерные амбиции и злые сатанинские личины, а также их зловредную природу сопротивления Богу. Они в своем суждении о Господе Иисусе были движены своими непомерными амбициями, завистью и ужасно злобной природой своей враждебности к Богу и к истине. Они не исследовали источник деяний Господа Иисуса, как не исследовали суть того, что Он сказал или сделал. И тем не менее, они слепо, нетерпеливо, неистово и нарочито злобно подвергли Его нападкам и опровергали то, что Он сделал. Дело доходило даже до огульной дискредитации Его Духа, то есть Святого Духа, Божьего Духа. Именно это они подразумевали, когда говорили такие слова, как «Он вышел из себя», «Виэльзивул» и «Бесовский князь». Другими словами, они называли Божий Дух Виэльзивулом и Бесовским князем. Они охарактеризовали труд Духа, воплощенного Бога, как сумасшествие. Они не только поносили Божий Дух, называя Его Виэльзивулом и Бесовским князем, но и осудили Божий труд. Они осудили и хулили Господа Иисуса Христа. Сущность их противления Богу и поношения Его были точно такими же, как сущность противления Богу и хулы в Его адрес со стороны сатаны и дьявола. Они не только олицетворяли грешных людей, но даже более того, были воплощением сатаны. Они были каналом, через который сатана обретался среди людей, его сообщниками и посланниками. Суть их хулы и клеветы на Господа Иисуса Христа заключалась в войне с Богом за статус, в их состязании с Ним и бесконечном испытании Бога. Суть их противления Богу и их враждебное отношение к Нему, а также их слова и помыслы, открыто поносили Божий Дух, вызывая Его гнев. Поэтому Бог определил обоснованное наказание за то, что они говорили и делали, и признал их дела грехом богохульства против Святого Духа. Этот грех непростителен ни в этом мире, ни в будущем, в соответствии с тем, что сказано в следующем отрывке Писания. Хула на Духа не простится человеком, если же кто скажет на Духа Святого не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Давайте поговорим сегодня об истинном значении следующих Божьих слов. «Не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». То есть мы прольем свет на то, как Бог исполняет слова «не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Все, о чем мы говорили, касается Божьего характера и его отношения к людям, ситуациям и вещам. Естественно, эти два вышеприведенных отрывка также не являются исключением. На что вы обратили внимание в этих двух текстах Писания? Одни люди говорят, что видят здесь Божий гнев. Другие утверждают, что видят сторону Божьего характера, которая не терпит оскорбления от человечества, говоря, что если люди сделают что-либо богохульное, то уже не обретут Божье прощение. Несмотря на тот факт, что в этих двух отрывках люди видят и ощущают Божий гнев и его нетерпимость к оскорблению со стороны человечества, они все же неверно понимают его отношения. Эти два отрывка содержат смысл истинного Божьего отношения и подход к тем, кто хулит и гневит Бога. Данный отрывок из Писания содержит истинное значение его отношения и подхода. «Если же кто скажет на Духа Святого не проститься ему ни в всем веке, ни в будущем?» Если люди хулят Бога, если они его гневят, то он выносит вердикт, являющийся его окончательным решением. В Библии сказано следующим образом. «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Матфей, глава 12, стих 31. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Матфей, глава 23, стих 13. Но говорится ли в Библии о последствиях, с которыми столкнулись книжники и фарисеи, а также те люди, которые после слов Господа Иисуса сказали, что Он был сумасшедшим? Сказано ли о том, что они подверглись какому-то наказанию? Совершенно точно, что нет. Слово «нет» здесь употреблено не в том смысле, что записи о наказании не было, а в том, что не было последствий, видимых человеческому глазу. Слово «нет» здесь разъясняет данный вопрос, проливает свет на Божьи отношения и Божьи принципы в подходе к решению относительно некоторых вещей. Бог в Своем обращении с людьми, которые хулят Его, противятся Ему или даже клевещут на Него, которые умышленно Его критикуют, злословят и проклинают, не будет на это закрывать глаза или пропускать мимо ушей. У Него к таким людям очевидное отношение. Он ненавидит таких людей и осуждает их в Своем сердце. Бог открыто заявляет о том, что их ожидает, чтобы люди знали о Его очевидном отношении к тем, кто хулит Его. Они также знают, какую участь Он им уготовит. Но несмотря на то, что Бог сказал об этом, люди все же редко видят, как Бог обойдется с такими людьми. И они не могут понять принципы, стоящие за Божьим наказанием, не могут понять Его вердикт в отношении таких людей. Другими словами, люди не могут видеть конкретный Божий подход и конкретные Божьи методы в обращении с ними. Это касается Божьих принципов в совершении своих дел. Бог использует наступление событий, когда имеет дело со злым поведением некоторых людей. То есть Он не объявляет об их грехах и не сообщает о том, что их ждет, а использует наступление событий, через которые люди будут наказаны и получат возмездие. Когда эти события случаются, человеческая плоть подвергается наказанию, и это все люди могут увидеть собственными глазами. Когда Бог имеет дело с греховным поведением некоторых людей, Он просто их словесно проклинает. Но в то же время изливает на них свой гнев. И наказание, которому они подвергаются, может быть незримо для людей. Однако такой итог может быть гораздо серьезнее, чем наказание или смерть, которые люди могут увидеть. Это происходит в том случае, если Бог решил не спасать таких людей, не проявлять к ним больше милосердия или терпимость, не предоставлять им больше никаких шансов. И тогда его подход к ним заключается в том, чтобы отложить их. Что значит «отложить»? «Отложить». Слово «отложить» само по себе означает не принимать, то есть более не уделять внимания чему-либо. В данном контексте, когда Бог отвергает, появляются два разных объяснения значения этого слова. Первое объяснение состоит в том, что Бог отдает жизнь человека и все, что с ним связано, во власть сатаны. Бог больше не будет управлять жизнью такого человека, и нести ответственность за нее. Бога уже не будет касаться, был ли этот человек сумасшедшим или бестолковым, жил ли он или умер, или уже находится в аду для отбывания наказания. Это означает, что сотворенное создание не будет иметь никакого отношения к Творцу. Второе объяснение состоит в том, что Бог решает, что Он сам и собственноручно желает сделать с таким человеком. Возможно, Он решит воспользоваться стараниями такого человека или создать его в качестве фона. Возможно, Он изберет особый способ обращения с таким человеком, как, например, это было с Павлом. То, как Бог решит обойтись с таким человеком, будет продиктовано принципами и отношением Божьего сердца. Так что, если люди противятся Богу, злословят и хулят Его, если они раздражают Его характер или если они достигают предела Божьего терпения, тогда их ожидают немыслимые последствия. Самым ужасным последствием будет, если Бог раз и навсегда отдаст их жизни и все, что с ними связано, во власть сатаны. Тогда они уже навеки вечны и не обретут прощения. Это означает, что такие люди станут пищей в пасти сатаны и игрушкой в его руках, и Богу отныне не будет до них дела. Можете ли вы представить, каким страданием для Иова были искушения сатаны? Иов испытал сильнейшие страдания, даже при том, что сатана не имел разрешения причинять вред жизни Иова. Еще сложнее представить, какие мучения от сатаны испытает человек полностью отданный сатане. Тот, который целиком окажется в его власти, тот, который полностью лишился Божьей заботы и милости, который больше не пребывает под властью Творца, который лишился права поклоняться Ему и права быть подвластным Творцу, чьи отношения с Господом всего творения были полностью разорваны. Преследование Иова сатаной было видимым для окружающих. Если же Бог передает человеческую жизнь сатане, то последствия этого будут невообразимыми. Это похоже на то, как люди перерождаются в коров или ослов, или стали одержимы нечистыми злыми духами и тому подобное. Это итог и конец тех некоторых людей, которых Бог передал сатане. На первый взгляд кажется, что те люди, которые осмеивали, злословили, осуждали и хулили Господа Иисуса, не пострадали от последствий. Однако у Бога есть свой подход в обращении с каждым. Ему не обязательно в явной форме говорить людям о том, как Он будет поступать с каждым человеком. Порой Он совершает дела, открыто не говоря о них. Если Бог не говорит о последствиях, то это не означает, что их не будет. Возможно, что последствия будут чрезвычайно серьезными. С внешней стороны может показаться, что некоторым людям Бог не говорит о своем отношении. Но фактически Бог просто не хотел думать о них в течение длительного времени. Он их просто не хочет больше видеть. Из-за совершенных ими дел, из-за их образа жизни, из-за их природы и сущности, Бог лишь хочет, чтобы они просто исчезли из Его поля зрения. Он хочет полностью передать их сатане, отдать ему их дух, душу и тело, и позволить сатане делать с ними все, что тому захочется. Совершенно ясно, до какой степени Бог ненавидит таких людей и до какой степени Он испытывает к ним отвращение. Если человек гневит Бога до такой степени, что Бог даже видеть его не хочет, полностью отрекается от него, вплоть до того, что Бог сам уже не желает иметь с таким человеком ничего общего, вплоть до того, что передает человека сатане на его усмотрение, позволяя сатане распоряжаться таким человеком, уничтожать его и делать с ним все, что захочется, тогда такой человек полностью погибает. Такие люди навсегда лишаются права быть человеком, а их право быть сотворенным созданием заканчиваются. Разве это не самое суровое наказание? Все вышесказанное является исчерпывающим пояснением к словам «не проститься ему ни в всем веке, ни в будущем». Это также упрощенные комментарии к данным отрывкам из Писания. Надеюсь, что теперь вы понимаете сказанное в них. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok